Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Пископ Альберт Радкин, наш канал «Вгляд с небесный». Не забывайте подписываться, распространяйте это видео. Сегодня трагическая дата у многих жителей бывшего Советского Союза. Сегодня произошла трагедия, авария на Чернобыльской АЭС. Много лет назад, вы знаете, наверное, мы все помним, все жители бывшего Советского Союза. Но что-то произошло после этой аварии в нашей бывшей стране, в Советском Союзе, по отношению к верующим. Я знаю две версии происходящих духовных изменений в нашей стране. Мне рассказывали братья старые, епископа, и эта информация, она не такая уж и давняя. Говорили, что сразу после Чернобыльской аварии президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев обратился к академику Сахарову с просьбой там помочь. И Сахаров поставил условия, чтобы выпустили всех политзаключенных и выпустили узников совести, тех, кто сидел за свою веру. Песятники, баптисты, свидетели Иеговы и другие верующие. И после этого начались реальные изменения. Вторая история рассказывает, что во время встречи Горбачева с Рейганом, Рейган привез списки узников совести. И он поставил Горбачеву это условие, чтобы освободили всех верующих из тюрьм. Тогда очень многие сидели по тюрьмам за веру в Бога, за свое, были узниками совести. И, как говорят, что Горбачев обратился к тем, кто был рядом с ним, спросил, действительно так у нас кто-то сидит. Да, сказали много. И они позвонили в Москву срочно. И Горбачев дал приказ выпустить всех из тюрьм. И вот после этого, конец 80-х годов, даже середина 80-х, пошла оттепель. Верующих выпускали из тюрьм. И, как говорят, даже политика изменилась. Мне рассказывал один мой друг, которого штрафовали каждое воскресенье. Тогда на 50 рублей, это была почти месячная зарплата, он говорит, приходили, у меня пачка этих штрафов до сих пор хранится. Каждое воскресенье 50 рублей штрафа за незаконное богослужение. И он говорит, мы уже не знали, что, уже готовились сесть в тюрьму, потому что уже запугивали КГБ. Но вдруг вызвали всех в обком и сказали, что политика партии изменилась, что партия теперь не против веры, а наоборот поощряет, чтобы верующие были, молились и служили своей стране. И после этого изменилось что-то. Почему я сегодня выхожу в эфир и говорю об этом? Дорогие друзья, мы видим, что происходит сегодня в нашей стране, в России. Прошло 40 лет с небольшим, вот после тех событий. И мы видим, сколько сегодня уже узников совести. Мы видим, что людей сажают. Каждый месяц мы встречаем эти новости, что очередного свидетеля посадили, дали срок, кому 5-6 сейчас увеличивают сроки, кому-то давали уже и 8, и 9 лет. За что? За веру в Бога. За то, что читают Библию. Как, наверное, в судах объясняют, неправильно читают, неправильно истолковывают Библию. Сидят очень много. Очень много сегодня в стране политзаключенных. Что я хочу сказать? Неужели нам нужно еще какое-то потрясение, чтобы было допущено свыше какой-то другой Чернобыль? Чтобы мы очнулись, чтобы что-то произошло в нашей стране. Чтобы власти, наш президент и все, кто окружает его, ФСБ, другие службы вдруг поняли, что нельзя с этим шутить, что нельзя делать то, что сегодня происходит в нашей стране. Подумайте об этом. Конечно, мы молимся. Нам не нужны такие потрясения. Нам не нужен новость Чернобыль. Но если люди, правители будут продолжать в том же духе, то мы не знаем, чем это закончится для нашей страны, для России. Храни вас Бог. Вспомните эту дату. Может быть, у кого-то пострадали близкие, родные на Украине, в Украине, в Белоруссии, а у нас в стране, в России. Наша Калужская область тоже накрыла облаком. Очень много больных и умирали. Поэтому берегите себя, берегите родных. Благослови всех Господь. Продолжение следует...